Россия Турция Турция уже стала такой союзной республикой Конечно, турецкая речь еще кое-где слышна Но это вопрос времени Предлагаю интермедиу, как англоговорящий менеджер турецкого отеля выгоняет нашего туриста домой и при этом говорит ему Все Все Сил больше нет Терпеть это невозможно Все Мы вас депортируем Наш А депортатор не треснется? Катитесь обратно в свою Россию Так, вот еще одна такая фразочка Я буду говорить только в присутствии своего авокадо Куда вы без нас денетесь, ребята? У вас весь туризм загнется Пока нас не было, в отеле такой бардак был Все шлялись туда-сюда Мы два дня пожили, тишина Вот ваши чемоданы До свидания Минуточку, ты че мои чемоданы дошвыряешь? Перемешаешь мне там салат с горячим? Вот Почему вы каждое утро на завтраке Всю еду со шведского стола в чемоданы складываете? Так стол-то шведский Я потом на пляже шведов с руки кормил А почему у них морды такие разбиты? Есть не хотели Окей Зачем вы ловили акулу на живца? Не знаю, всем понравилось. Всем, кроме живца. Японский турист это никогда не забудет. Кстати, зачем мы ему пообещали устроить личную жизнь? И подарили фото будущей избранницы. Мы навели справки. Это некий... Никита Джигурда. Ну, я вам на это так скажу. Любовь зла. Это он еще его голоса не слышал. Окей, переходим к самому страшному. Зачем вы стриптизерши в трусы краба засунули? Ну, чтобы она двигалась побыстрее. А то я думал, она на шести уснет. Мы ее до сих пор с шеста снять не можем. Краб тоже вылезать боится. Теперь самое прескверное. Это вы играли с эстонцами в скороговорке на деньги? Ну, было дело. Верните им хотя бы паспорта. Поздно. Я их на скутер поменял. Почему от вас не отходили девушки у бассейна? Конкурс проводил. Хочешь губы, как у Анжелины Джоли? И заставили целовать мангал? Да ладно, 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 уезжай от вашей Турции. Духа моего здесь больше не будет. Духа, может, и не будет. А вот душок останется. В аквапарте. Вы там так в трубе перегаром надышали, что после вас народ вылетал уже пьяный. А что вы сделали с китайцами? Да ничего, если ими не сделал. Я им предложил для увеличения скорости намазать тебя с головы до ног шампунем. Зачем? А вы когда-нибудь видели китайцев с вертикальным разрезом глаз? А мы видели. У них были такие глаза, когда они вылетали из трубы. Многим бассейна не хватало, перелетали. Ну и последнее. Зачем вы в лифте тискали пожилых туристок из Франции? Это было, но я завязал. А они-то требуют продолжения? Думают, это входит во всё включено? И что нам делать? Ладно, уболтали. Остаюсь. Спасибо огромное, друзья мои. Признаюсь честно, я довольно редко смотрю на нашем телевидении разного рода ток-шоу. Ну, просто хочу остаться душевно здоровым человеком. Но иногда попадаю на отдельные выпуски и даже кое-что для себя беру. Недавно было ток-шоу, посвященное здоровому питанию. В студии сидели одни женщины. И вот одну даму из массовки спросили, чем вы кормите своего мужа? Она ответила сходу, не задумываясь. Да что сами едим, то и ему даём. И я после этого подумал, как проверить бойца на фронте. Говорят, надо с ним вместе сходить в разведку. И там сразу станет ясно, что рядом с тобой за человек. Как жене проверить мужа на прочность. Мне кажется, один из самых верных способов понять, подходит он ей как личность, как супруг, это сходить вместе с ним в дорогой магазин женской одежды. Там вы про него узнаете всё. Кто из нас не был свидетелем этих драм у прилавка? Дорогой, эти перчатки как мне идут? Слушай, они тебя так полнят. Я написал песню на эту тему. Музыка нашего гения. Какое счастье, что к нему в последнее время такой повышенный интерес. Музыка Владимира Семёновича Высоцкого. Его у нас почему-то причисляют к жанру шансон. Вот я и попытаюсь исполнить эту вещь в духе лучших мастеров этого элитарного жанра. Если вдруг дорогой супруг оказался ни друг, ни враг, если сразу не разберёшь, что за ядрёно ложь. Мужа в шопинг тяни, рискни, не бросай одного его. Ты пройди с ним по путику, там поймёшь хует-ху. Если муж в бутиках не ах, на Версачу глядит, пыхтит, увятал дождевик и сник, глянул сцену и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Ты пойми, брать таких нельзя, ни в бутиках, ни в божьях. Давай, родные! Если он не скулил, не ныл, и с примеркой не торопил, если брал, утирая пот, что тебе всё идёт. Значит, любят тебя одну, значит, как на себя за мной. Положись на него везде, а прямо там в бутике. Если шёл за тобой, как в бой, и у кассы стоял хмельной, А когда приговор пробил, он сданал, но платил. Значит, он идеальный муж, значит, он не объелся груш. Значит, что-то нечисто здесь у него кто-то есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Тропотенко Сергей Тропотенко Лучший из личной жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, А это сюрприз для меня. Знаете, что на шоколадке написано было, которое мне подарили? Велком ту Эстония. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ